Они уже побывали в Дагестане, Чечне, Республике Калмыкия, Астрахани. Теперь Алтайский край Барнаул. Авторы и продюсер фильма «Джуси» владелец туристического агентства. Его фишка – показывать клиентам так называемые нераскрученные места. Влюбленный в Россию, он решил проехать по российской провинции, чтобы потом, со знанием дела, возить сюда туристов. Фильм, который снимает Джуси, должен стать своего рода рекламой этих туров. Он уверен, малые города России могут быть интересны китайцам не меньше, чем мегаполисы. Барнаул, как и другие города, в которых мы уже побывали, очень маленький, провинциальный. Я его выбрал в первую очередь, потому что здесь бывает мало китайских туристов. И во-вторых, Барнаул, потому что он очень уютный, спокойный. На мой взгляд, здесь довольно безопасно и хорошая экология, много солнца. Автору интересны не столько достопримечательности, сколько люди. В первый день он встретился со студентами Агу, как китайскими, так и российскими. Чтобы показать зрителям здесь, в российской глубинке, тоже учат китайский язык. Китайцы знают культуру. Что вам больше всего нравится в Китае? Мне очень нравится китайская культура. Каких знаешь поэтов? Я знаю поэта Либая. Джуси говорит, для многих китайцев русские – боевая нация, агрессивные и опасные люди. Будущий фильм, уверен он, развеет этот миф. Наталья Матвиенко, переводчик, говорит, китайцев особенно поразила непривычная вежливость на дорогах. Едем, и он мне говорит, а зачем ты моргаешь дальним светом? Я говорю, ну прошу, чтобы меня пропустили. То есть у меня скорость чуть повыше, чем у остальных, прошу, чтобы меня пропустили. И он говорит, да, действительно, пропускают, перестраиваются. Потом говорит, а вот почему он едет и подмигивает, перед ним никто не ехал. Я говорю, ну он предупреждает, что там полиция. Он говорит, да вы что, у вас даже такое есть. Изучив Барнаул, группа отправится в Горный Алтай, после в Иркутскую область. Всего Джуси запланировал еще две экспедиции по России, которые состоятся в следующем году. Выход самого фильма запланирован на 2019-й. Илья Кочетков, Андрей Печоркин. Наши новости.